Я напомню, что тема нашей сегодняшней встречи, она «Община и я. И что изменилось за последние десятилетия». С чем вызвана эта необходимость поговорить на эту тему? Есть традиционное представление об общине и, как правило, она сводится к тому, что есть синагогу. У русскоязычных людей община и синагога – это синоним. Но община – это нечто гораздо большее, чем синагога. И поскольку Равин Лазар возглавляет не только свою общину в городе Москве, крупнейшую общину, я думаю, в Восточной Европе, но и знает о ситуации на всем постсоветском пространстве и держит руку на пульсе вообще всего еврейского мира, то я бы поэтому позволил себе занять его драгоценное время. Он с урока на урок, его рвут на клочки, так что у нас не так много времени. Если у вас есть вопросы, пишите мне в чат. Я постараюсь, если они будут иметь общественный интерес, я постараюсь их выдать. Я предполагаю, что схема, по которой мы будем действовать, если она устраивает Равина, она будет простой очень. Мы задали вопрос, Рав будет на это отвечать, и я буду, если в случае необходимости его разрешения, вставлять уточняющие вопросы или какие-то подтемы вводить, если они будут упущены, с моей точки зрения. Нормально? Есть. Значит, и так, последняя как бы вводная фраза, это то, что мы сейчас пытаемся сделать общину, и коронавирус показал, что помимо нескольких десятков людей, которые связаны с этой общиной в земле Италия, есть еще тысячи людей, которые связаны с нашей общиной по всему миру. И это еще раз задает вопрос, что такое современная община. Рабер, вам слово. Ну, я думаю, что прежде всего современная община – это взумы. Это самая современная община сегодня. Это катастрофа. Может быть, всегда община – это катастрофа. Поэтому сегодня уже видно более на виду, что на самом деле я думаю, что это не так просто. Это не случайно, что именно в зуме мы сегодня находим путь, как мы можем общаться. И как правильно только что Рабиша и Гисер сказал, что иногда благодаря технологиям мы можем быть на связи с другими евреями, которые живут далеко от нас. Может быть, мы давно их не видели и так далее. Но есть какое-то общение. Есть люди, думаю, что в Иерусалиме таких есть, которые говорят, что зум, интернет, технология – это страшное дело. На самом деле, эти люди, которые живут в гетто, через пару минут я постараюсь вам рассказать мое мнение по поводу этих прекрасных мест, которые раньше назывались гетто, но это люди, которые говорят, технология – это плохо, нельзя это использовать, это страшно, это опасно и так далее, и так далее. Я помню хорошо, когда я учился в Бабишеском Рэбе, тогда Рэбе говорил о том, что нужно использовать технологии, чтобы распространять еврейство. Например, уроки на радио, уроки Тора, чтобы они были слышны на радио. И тогда ультра-ортодоксальный мир, такой там Меа-Шарим, начали кричать, выступать против, как можно соединить Тора с технологией. Это две противоположные вещи. Здесь это святость, а здесь это такой мир страшный. И что Рэбе тогда говорил? Что все, что было сотворено в этом мире, это ради Бога и для Бога. Нет ничего в этом мире, которое нельзя использовать для Бога. Доказательство – это то, что написано в Талмуде, что почему был сотворен золото, ну, понятно, прежде всего, чтобы подарить нашим женам подарки, украшения, чтобы они были еще красивее, но, прежде всего, для того, чтобы построить храм. И нет ничего на свете, которое не было сотворено Богом. Если кто-то думает, что технология – это то, что люди сделали, это не так. Волны были уже давно, возможности создать интернет давно, во время сотворения мира Бог уже это все поставил в этот мир. Мы раскрыли потенциал, который находится в мире. Просто раскрыли, поняли, что здесь находится что-то громадное. На самом деле, Большинцев говорил, что внутри каждого еврея есть такой же потенциал. Вы станете для меня желающей землей. Что-то такое, да? Желанной землей. Да, желанной землей. Что это значит? Это, что внутри каждого еврея, это как самый красивый кусок земли. Представьте себе, вы получите в дар, в центре Иерусалима, самое-самое прекрасное место, где вы можете там потом уже не только построить 20-этажный дом, но можете копать и находить там ископаемое золото, серебро, алмазы, нефть, не знаю что. Знаете, история, что Моисей 40 лет мотался в пустыне, везде пахнул нефтом, а решил, нужно искать место, где такого нет, и нашел Израиль. Вокруг нас нефть везде, а именно здесь, к сожалению, в Израиле этого нет. Но, может быть, это к лучшему. Почему? Потому что благодаря этому наш народ мог развивать свой потенциал. Потенциал, который есть внутри человека. Человеческий потенциал. И это то, что учит нас технология. Что все Бог уже дал нам. Наша задача раскрывать тот потенциал, который есть. Поэтому технология – это также дар от Всевышнего. Вопрос, как мы будем его правильно использовать. Если мы можем его использовать для того, чтобы объединять людей, чтобы проводить в детстве уроки, или даже как люди, которые делают молитвы на Zoom, или какие-то там, даже дни рождения, которые сегодня люди справляют через Zoom. Это объединяет людей, это прекрасно. Поэтому, если возвращаться к вопросу, что сегодня община, я родился в Италии. Там почти в каждом городе есть то, что называется гетто. Это закрытое место. Обычно это было в центре города, где только евреи там жили. Примерно, как местечко на Украине или в Белоруссии. Раньше так евреи жили. Жили компактно. Только среди своих. Только внутри замкнутого пространства. И это была защита от внешнего мира. И люди думали, что это единственный вариант, как можно сохранить евреиство. Когда с этих местечек люди уехали, сразу начался большой-большой спор. Я бы сказал, что спор в основном внутри хасидского мира это было между Хабадом или Любавческим раввином и всем остальным. Все остальные говорили, что нужно делать все возможное, чтобы наши дети, наши евреи, они дальше жили компактно в этих гетто, в этих местечках. И мы создаем такое же гетто, неважно где. В Иерусалиме, в Небраке, в Бруклине, в Монроу. Неважно, где мы будем жить, мы будем жить компактно. Без никаких связей с внешним миром, без никаких контактов. Нам нужно сохранить нашу традицию, уникальность и так далее. И поэтому единственный вариант это просто опять жить среди своих. Пришел у Бариска, и говорил, мир менялся, так продолжать нельзя. наоборот. Нужно выходить в мир. И не бояться, что мир будет влиять на нас. Почему? Потому что, если человек занят тем, чтобы он влияет на окружающий мир, тогда уже мир не влияет на него. А думать, что мы можем продолжать жить в этих местечках навсегда, это большая ошибка. Мир меняется, и нам нужно принимать правильные шаги. и как тем, что мы получаем прививку. Сегодня все понимают, что есть этот вирус. Есть люди, которые говорят, все, мы будем защищены навсегда, мы будем сидеть дома до прихода Мошеха, или до 120 лет. К сожалению, не работает. Нужно найти прививку. То же самое, Ребе говорил по поводу окружающего мира. Да, есть окружающий мир, но нам нужно сегодня жить так, чтобы этот мир не влиял на нас в негативе. Может быть, наоборот, есть вещи, которые мы можем отсюда взять, и это будет только позитив. А то, что нам нужно доделить, это получить правильную прививку. Что это значит правильная прививка? Готовить себя, готовить наших детей, понимать, что то, что у нас есть, это намного больше, чем то, что есть в окружающем мире. Если человек понимает и думает, что то, что есть у неправильных людей, это лучше, чем то, что есть у него, он в опасности. Неважно, если он живет в гетто или живет в большом городе. И то, что я думаю, к сожалению, эти религиозные общины не поняли, и поэтому они живут так, и поэтому есть это разделение, к сожалению, в разных местах, религиозный мир и нерелигиозный мир. Почему? Потому что эти люди не хотят общаться с нерелигиозными людьми, они боятся. Это страх, что, не дай Бог, общение с ними будет влиять на них. Дети узнают что-то новое, а мы говорим ровно наоборот, это был всегда любопытный подход. Общаешь с ними, разговаривай с ними, поделись своими правильными правильными идеями, и это поможет тебе. Я могу сказать, что для наших детей, то, что они выросли в такой общине, имеется в виду босковской общине, где столько разных людей, как говорят, верующие, неверующие, каждый еврей верующий, религиозный, нерелигиозный, это мы говорим, эти все ярлыки, это вообще для одежды. Здесь ты можешь писать там Шарути, Фенди, Гуччи, Фуччи, не знаю, а евреи, это евреи, это еврей. Какая разница? Мы не знаем, кто более религиозный, кто менее, кто помогает другому еврею больше, кто честно молится. Это мы не бухгалтеры Бога. Однажды кто-то пришел ко мне, задал такие сложные вопросы по поводу Всевышнего. Почему он делает так, почему он делает так, почему он делает так? Я ему сказал, послушай там, я не адвокат Бога, не юрист Бога и даже не бухгалтер Бога. Максимум я его пиар-агент. Это моя работа, да? Я хочу, чтобы было понятно, да, что наша задача это показать, что Тора, она самый лучший образ жизни для любого человека. И то, что мои дети видят, как люди меняются, как они становятся там правильными, благодаря Торе, как они создают правильные семьи, как они там все делают правильно, потому что они стали ближе к Торе. Это самый лучший урок. Я не могу даже выступать тысячи раз и читать им проповеди, тогда это не поможет настолько, сколько помогает, когда они видят какой-то человек, который менял свою жизнь к лучшему, благодаря Торе. поэтому, как я уже сказал, мы пиар-агенты Бога, и то, что нам нужно показать и нашим детям, и всем нам, что не нужно бояться окружающего мира. Почему? Потому что Тора, она намного сильнее, не, имеется в виду, физическая сила, это духовная сила, она намного сильнее, чем все, что есть вокруг. Поэтому, когда спрашиваются, как должна выглядеть сегодня община, я думаю, прежде всего, община, она прежде всего в наших сердцах. Когда человек живет по Торе, он внутри общины. Тора объединяет всех нас. Эти идеи, эти подходы, и то, что раньше думали, что община, это только в таком местечке, в замкнутом, пространстве, это ошибка. Это никогда не было так. И даже, когда это было там, так жили. Это было просто обстоятельство, по-другому они не могли. Их заставили жить в таких местах. Но, вообще, община, она есть везде. Где бы еврей не находился, там у него есть община. Я шуточно сказал, что до вируса у нас были 35 синагогов в Москве, сегодня 15 тысяч. Почему? Потому что, я думаю, что сегодня минимум 15 тысяч евреев сидят дома и в пятницу вечером встречают шаббат, поют песни, сидят за столом. Может быть, это не 15, а 30. Я говорю, минимум 15 тысяч. Но мы открыли синагогу в каждом доме. И это есть община. Община это у меня в семье, у меня в сердце, у меня дома и в том числе понятно в синагоге. Но думать, что община это только в каком-то, именно там есть община, если я не там, я не в общине, это большая ошибка. Я хотел бы уточнить. Община это семья. Так я понимаю. И взаимодействие семьи с окружающим миром. Так я понял. Но тогда вопрос, а что такое община? Что это? Это очень хороший вопрос. И вопрос, я думаю, что если перефразировать его, звучит примерно так. Какие главные цели у общины? Когда мы можем сказать, что община сделала то, что она должна была сделать? Или когда мы говорим, что община это к сожалению в таком положении, где еще они не делали то, что ожидается от них? евреи, которые пользуются общиной. Таких гораздо больше, чем тех, которые приносят в общину. Я сейчас не один дах. Себя приносят, свое внимание, чувствуют свою причастность и хотят не только брать из общины услуги, которые она оказывает, но и что-то пытаться внести в общую копилку. Таких людей всегда было меньше. Вопрос, который у меня есть. Вот эти вот мы не разделяем, если я правильно понял, между потребителями и производителями. И мы все говорим, это все одна большая община. Так? Нет, я не согласен. Извините. Это не было утверждение, это был вопрос. Я думаю, что и так написано в Хасидуте, что каждое творение, которое есть на свете, оно и что-то дарит, и что-то получает. Эта идея, то, что может быть какой-то предмет, творение, которое только получает, или только дарит, это, к сожалению, плохо не только для всего мира, это плохо для самого творения, для человека. Например, мы смотрим в окружающий мир, каждое творение, неважно, дерево, животное, тем более человек, должен и получать, и подарить. Почему так? Прежде всего, это понимание, что я не всемогущий. Человек, который только думает, что он только дарит, к сожалению, он думает, что он ест вишню. Это не так. Каждый человек нуждается в чем-то, в общении, и может быть, даже от того, что он дарит, он получает от этого еще больше. Может быть, удовольствие, которое он получает, от того, что он кому-то дарит что-то, подарил что-то. То же самое он может получать от общины поддержку, моральная поддержка, совет, дружба и так далее, и так далее. Поэтому может быть, один человек дает деньги, другой человек дает улыбки, третий человек, то, что он приходит и молит, он дает, может быть, еще больше. Четвертый человек, который, может быть, выглядел, как будто он получает, на самом деле, он дарит нам еще больше. Как написано в Талмуде, что корова, она хочет дать своим детям больше, чем сами дети хотят получить от коровы. Мама хочет кормить детей даже больше, чем дети хотят кушать. Поэтому это есть община. Вы правильно задавали вопрос, что такое община? Община это место, где каждый и дарит что-то, и получает что-то. Если кто-то находится в общине и чувствует, что он только получает, он не понял, куда он попал. Община это не банкомат. Община это не место, где мы приходим, чтобы получать что-то. Если кто-то думает, что он пришел в общину только чтобы дарить, и от общины ничего не получает, он также или сам неправильно построен, или находится не в той общине. Община это место, где каждый из нас должен что-то дарить, вкладывать, но получать от этого дивиденды намного больше. Это самая хорошая инвестиция, которая может быть. Потому что то, что мы получаем от общины, если сравнивать с тем, что мы дарим, это намного больше. А какое место женщин в этом сом? Я думаю, как мы всегда шутим, что женщины всегда находятся в общине выше, мужчины, на этаже выше, но на самом деле, как даже Талмуд говорит, что мужчина может подарить какие-то золотые монеты, а женщина уже подарит вкусный торт, вкусный халл, готовая пища, на самом женщин. Понимание, она очень-очень важна в общине. Я думаю, что женщины играют в общине. Женщины, они внутри, в семье, да, то есть они не снаружи. Почему опять внутри семьи? Вот я спрашиваю, торт, это обычно дома, по моим наблюдениям, да, там, чонт, торт, свечи, уют, дети, это все дома, а вовне? Можно я поделюсь с вами интересный комментарий на Мишна в Пиркеавод, в этот период мы читаем Пиркеавод. Одна из первых Миш в Пиркеавод говорит так, «Е-бет-ха-бет-ва-д-ла-ха-хамин», что твой дом должен стать место встречи для мудрецов, да, спрашивается, что каждый еврей должен найти покупать такой дом, где все мудрецы будут приходить к нему, это будет станет местом встречи для мудрецов, это нереально, есть люди дома это не такое хорошее красивое место, может быть расположено не в том районе, они говорят, как я могу делать, что мой дом стал местом встречи мудрецов, представьте, здесь, слава Богу, сейчас в чате, не знаю, там 70 плюсом людей, чтобы Равин Гисер должен есть еще несколько десятков человек, еще 40 человек находятся в прямом эфире больше ста людей, которые понимают, что с этого дня Равин Гисер со всеми его коллегами должны приходить к вам домой, потому что ваш дом должен стать местом встречи для Равинов, для мудрецов, это нереально, Равин Гисер будет ходить с одного дома в другой, говорят наши мудрецы и кушать там торт, да? Тем более, у меня здесь обед, не буду. Ну, знаете, лыхаем тогда, но на самом деле, говорят наши мудрецы, что это значит, значит, что каждый человек должен понимать, что у него есть второй дом. Второй дом, это его дом, где Равины встречаются, где мудрецы встречаются, где мудрые люди встречаются. Это то место, где он должен чувствовать, что это его дом. Люди привыкли, что дом это моя квартира. Если плачу ипотека, или как говорят, первое слово, которое наши русские братья, когда приехали в Израиль, узнали, это машканта, машканта. Они не знали, что такое шалом, рухим обаим, но машканта все знали. Если плачу машканта, получается, что все в порядке, это мой дом. Если не заплачу машканта, значит, это не мой дом. Говорят, нет, твой дом, это может быть синагога, может быть общинный центр, может быть даже какой-то кошерный ресторан. Важно, кто там находится. Если ты встречаешься с мудрыми людьми, если вокруг тебя есть правильные люди, тогда отлично. А если этого нет, тогда твой дом это не место встречи мудрецов. И это то, что нам нужно понять, что такой вопрос, если не ошибаюсь, примерно был, как я могу, как женщина может подарить свой торт всем людям. Вопрос, когда собираетесь в синагогу? Молитва это ладно, это хорошо, это приятно, это нужно. Еще важнее, намного важнее, это если мы можем сидеть за столом, делать какие-то правильные вещи, которые помогут нам чувствовать себя дома. И тогда тот торт, который женщина готовила, или какие-то блюда, которые будут там за столом, это есть то, что женщина дарит. Это понятно фигуративно, но то, что имеется ввиду, это теплота, это уют, это забота, потому что то, что исходит от женщин, это намного больше, чем то, что исходит от мужчин. у меня вопрос тогда, ну, хорошо, с женщинами, без женщин нам плохо, я понимаю, но мы говорим о еврейских общинах, но сейчас у нас есть гигантская прослойка людей, которые не являются евреями в соответствии с законами Торы, но которые чувствуют или свое родство с еврейским народом, или свою духовную причастность. Какое место для этих людей в современных рамках? Ну, вопрос здесь не такой простой, но постараюсь сказать то, что мы делим у нас в общине, и надеюсь, что это будет и ответ, какой наш взгляд к этому вопросу. Наша община открыта. Никто не стоит у дверей синагоги и говорит, покажите ваш паспорт, потому что сегодня уже пятой график, к сожалению, нет, или к радости нет, покажите свидетельство рождения, докажите, что вы еврей, а если нет, вас не пускаем. Нет, община открыта. Если человек хочет заходить, пожалуйста, дверь открыта, у нас нет никаких секретов. И все, что мы делаем, это открыто для всех. Почему, например, мы построили еврейский музей? Потому что хотели, чтобы люди просто могли узнать, что такое еврейство. Они могут там приходить, узнавать, сидеть, послушать. Недавно, пару минут назад, какие-то там странные люди зашли в этот чат. я говорю, они должны услышать, какие ценности у нас. Я очень надеюсь на то, что это малолетние придурки, что это не взрослые люди, потому что поведение ниже плинтуса. На антисемита не тянет. На самом деле у нас опять двери открыты, все прозрачно, нет никаких секретов. Мы хотим, чтобы люди узнали больше о нас. Поэтому если кто-то хочет приходить и заходить, узнать больше, услышать больше, пожалуйста, если вдруг он захочет стать евреем, это его выбор. Понятно, что мы не из тех религий, которые говорят, что нам нужно как можно больше людей. Нет, те евреи, которые на все достаточно, дай Бог, чтобы с ними уже смогли разбираться. Но в других религиях их задача, чтобы весь мир принял их взгляд. У нас не так. Мы хотим, чтобы знали, кто мы. Опять мы не стесняемся, ничего не скрываем, но наши двери открыты. если приходит человек и говорит, почему вы разделяете между людьми, или я хочу делать то же самое, что вы делаете, поставите мне хуп и так далее, тогда мы говорим стоп. Нигде не написано, что наш мир это такой балаган, где все одинаковые, все. Нет, у каждого человека есть своя миссия. Ты родился еврей, ты должен так действовать. Ты родился православным, так нужно действовать. Мусульман так нужно действовать. Поэтому у каждого человека есть своя миссия. Мы не хотим вмешивать. Поэтому человек, который по еврейскому закону не является евреем, неважно, потому что мама не еврейка, бабушка не еврейка, или он все время думал, что он еврей, потому что папа еврей, но еврейство это религия, еврейство это не клуб знакомств или что-то например к нам очень часто приходят люди и говорят дайте нам записать наших детей в вашей школе. Мы знаем, что у вас хорошее образование, уровни образования высокие. Мы хотим, что наши дети пришли к вам. Понятно, что это не еврей, да? Какой наш ответ? Зачем мучить вашего ребенка? Какой смысл, что он узнал, как нужно соблюдать шаббат, как нужно соблюдать кашрут? голову все идеи, которые мне не нужны. Дайте то, что мне нужно. Поэтому если человек просто заинтересован и хочет что-то узнать больше об евреях отлично, супер, пусть придет, узнает и тогда примет правильное решение. Но в какой-то момент он должен понять и мы не будем обманывать его, что если он не еврей, он не еврей. Здесь ничего плохого нет. У него есть своя миссия. А если ты еврей, у тебя своя миссия. Человек, который как сегодня в мире принятый родители уже решили, что ребенок, который родился, он родился мальчиком, но он должен стать девушкой. Пятилетний мальчик вдруг меняет ориентацию. Это уже к сожалению сумасшествие. Если Бог решил, что ты родился мальчиком, живи и радуйся, кем ты есть. Не нужно путать здесь и менять ломать все границы, которые есть на свете, для того, чтобы мир был правильным. Я слышу, что было сказано, но у меня есть с этим проблема. Проблема заключается в том, что есть люди, которые воспринимают еврейство не как служение Богу, а как национальное единство. И их к этому приучали сотни лет. И у них нету и с еврейской стороны, я вижу, что есть те, которые не являются евреями по происхождению, они воспринимают их очень внутренне напряженно. И с нееврейской стороны люди тоже не понимают, что такое вера в Бога, иудаизм, и хотят понемножку участвовать. То есть они не войти в еврейство, а вот понемножку участвовать, в чем-то принимать участие. И таких людей очень много. у нас же есть заповедь быть светочем для народов. Как с этим? Дайте еще определение. Если, например, человек родился без слуха на музыке, у него нет этого таланта. Приходит мама и говорит, нет, мой сын станет первым скрипачом. Чтобы не было, он станет первым скрипачом. Она будет вкладывать, ломать ребенка, заставить его это делать. К сожалению, максимум то, что выходит от этого, что ребенок будет избитый. Вместе того, чтобы использовать его талант, для чего он предназначен, и Бог дал ему другой талант, развивай этот талант. Зачем ты решила, как мама, что нужно заставить ребенка делать то, что ты хочешь. Что твои мечты, чтобы он стал первым скрипачом, и поэтому он должен стать таким. Если мы принимаем как основа, что Бог сотворил людей и дал каждому свою миссию, мы понимаем, что для кого-то миссия такая, для кого-то миссия другая. То, что человек хочет чуть-чуть участвовать, отлично, чуть-чуть участвует, но главное, ты должен понять, какая у тебя миссия на этом свете. Человек, который старается делать то, что он не может, то, что для этого не предназначен. Это не его задача. Никогда не почувствуй удовлетворение. Удовлетворение для меня это не когда я буду делать то, что должен делать другой человек. Одна из самых больших проблем на свете это зависть. Откуда эта зависть? Я вижу у кого-то есть что-то другое, я вижу, что у него что-то получается. Я говорю, почему у него так? Почему у меня нет? Почему? Потому что тебе другая миссия. Радость тем, что тебя есть. Что ты смотришь на то, что у него есть. Не смотри на него удача, не смотри на него проблемы. Это его. У него есть задача, у тебя есть задача. То, что мы должны стать свечем для народа, отлично. Мы должны показать всем какие-то морали. Так же как я, например, как музыкант, умею хорошо играть на музыку, ты как строитель должен хорошо строить какие-то дома. Но это не значит, что он должен стать таким же музыкантом, как я. Мы не хотим, чтобы весь мир играли на пианино. Это неправильно. У кого-то есть одни задачи, кого-то другие. Это не значит, кто-то лучше, кто-то хуже. Это наш мир, красота нашего мира. То, что есть разнообразие. Поэтому когда люди говорят, что я хочу войти и делать то, что я хочу, но не все, зачем это тебе нужно? Хочешь, ты поняли, что ты еврей по-настоящему, тогда принимай еврество по-настоящему. Это будет твоя жизнь. А если ты думаешь, что просто ты хочешь как клуб интересный, я хочу туда сходить, но иногда и не все, это не сюда, не туда. Чуть-чуть беременности это мы все знаем. Но у нас же и евреи такие. Мы сейчас говорили о неевреях, но у нас же есть очень большое количество евреев, которые точно так же евреи по йон-кипурам и так далее. То есть тоже люди не готовы принять на себя полноту еврейской традиции. Что-то да, что-то нет. Однажды был спор, однажды сидели несколько людей в баре, и был спор, как молитв у евреев каждый день. Один говорит, другой говорит, это не права, четыре. Четыре говорит, это это не права, это пять, я уверен, что это пять. Каждый говорит, нет, три, нет, четыре, нет, пять. Но получается тот еврей, который говорит пять, тот еврей, который ходит только на йон-ки-пур, может действительно У каждого еврея должно быть понимание, что делать все, может быть, не получится. Но я должен стараться делать по максимуму, сколько я смогу. У нас здесь в Марьин Роше был такой хасид, может быть, ты его помнишь, Ребехил Фрид. Конечно, помню. Он всегда говорил так. Он говорил, что всю водку ты не выпьешь, но стараться нужно как можно больше. И это то же самое в нашей жизни. Может быть, мы не можем делать все. Никто из нас не может делать все. Но стараться каждый должен делать по максимуму, сколько он сможет. Опять же, мы говорим по поводу музыканта. Не каждый человек становится лучшим музыкантом на свете. Или он получит золотую медаль на Олимпиаде. Да, может быть, не каждый может достигнуть этого уровня. Но стараться ты должен по максимуму. Поэтому, когда приходит человек у нас в общине, что мы говорим ему? Делай, сколько ты сможешь. Шаг за шагом. Невозможно прыгнуть. От того, что ты будешь прыгнуть, не дай бог, завтра ты падаешь. Да, шаг за шагом. Но, по крайней мере, что ты знал путь. Правильный путь. Ты там лицо. Правильное направление. Или, не дай бог, ты идешь не туда. Поэтому, то, что человек двигается шаг за шагом, это отлично. Это хорошо. Это правильно. Вопрос, если ты знаешь цель. Если ты знаешь цель, и потихонечку ты движешься в это направление, отлично. Человек, который, к сожалению, пошел не в ту дорогу и говорит, я хочу чуть-чуть идти не в ту дорогу. Но если не в ту дорогу, зачем ходить туда? Поэтому, если человек находится в правильном месте, и двигаешься в правильное направление, отлично. Он идет правильно. А если, к сожалению, он выбрал не тот путь, нужно его остановить и говорить, стоп. Зачем ты тратишь время? Время – это самое ценное, что у тебя есть. Наоборот, развязай свой потенциал. Что ты тратишь время научиться то, что ты не можешь, или это не твое? У меня вопрос. Что является системообразующим для общины? Без чего община не община, а что уже люкс? То есть, что делает сообщество общиной? С чего начинается Родина? С чего начинается община? Я могу сказать то, что я чувствую, не уверен, что это единственный ответ. Я думаю, что община – это слово общение. Самое главное правило. В общине – это должна быть дружба, мир, взаимопомощь. Что когда человек заходит, например, в синагогу, его встречают и говорят, «Шолом алейхе», «Как у тебя дела?». Сегодня, когда такой вирус распространяется, это то, что кто-то позвонит другому и спрашивает, «Как со здоровьем, как самочувствует, как я могу тебе помочь». Это номер один в общине. Потому что общение, и как известная история, там Великий Равин зашел в синагогу и говорит, «Я только что узнал, что такое любовь к ближнему от одного пьяного, человек, который я видел на улице». Он говорит, «Что ты услышал от него?». Он говорит, «Там лежал человек, рядом с ним еще какой-то пьянец». И он говорит, «Иван, ты меня любишь?». Он говорит, «Да, тебя люблю». «Нет, ты меня не любишь». «Люблю, люблю, обещаю, люблю». «Нет, ты меня не любишь». Он говорит, «А почему ты думаешь, что я тебя не люблю?». Он говорит, «Потому что ты не чувствуешь мою боль, значит, что ты меня не любишь». На самом деле община – это место, где мы можем радоваться вместе, где мы можем чувствовать боль другого человека вместе, где мы можем на самом деле радоваться тем, что у другого есть радость. Есть такое слово наилиш «фаргинен». Как на русском, это человек просто, он, когда он услышит, что у кого-то удача, у кого-то там благополучие, кто-то выиграл лотерию, кто-то там, не знаю, там, он этим радуется – это есть община. Когда у кого-то есть какие-то трудности, община рядом – это есть община. То, что они молятся вместе или учатся. Я вот пытаюсь перевести «фаргинен» на русский, и у меня не получается, я не знаю такого русского слова. Ну, это точно на идише, потому что… Да, 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 я говорю русского слова, я такого не знаю. То есть радоваться за чужую радость. Как это сказать по-русски? Не знаю. Это точно непросто. Это очень непросто. А учеба? Я всегда считал и считаю, что самое главное – это учеба. Потому что наша Тора – это единственное, что может дать людям вообще понимание, зачем им все это надо. Что они не больны, они не инвалиды, так сказать, с неизлечимой болезнью еврейства, а образование. То есть для меня всегда было не общение, а образование. То есть понятно, что без общения образование не получится. Но, в принципе, просвещение образования для меня казалось на сегодняшний день единственной настоящей задачей. Я не сказал так. Можно я скажу по-другому чуть-чуть? Чтобы было интересно, нужен какой-то спор, да? Что такое Тора для нас? Как раз сейчас мы готовимся к празднику Шавота. Тора – это инструкция. Это не только знание, это не только какая-то мудрость, это не только какие-то рассказы, это инструкция в нашей жизни. Тора – это слово «хораа». Это должно дать нам понимание, как правильно жить. Поэтому, если человек думает, что Тора сама, она только знание, ну, это точно мудрый человек, интеллектуальный человек, но он не понимает цель Тора. Тора она подводит, чтобы сказать нам, как правильно жить. Когда человек покупает какой-то там прибор или компьютер, понятно, что прежде всего он смотрит на инструкцию, понимает, как его правильно использовать. Я знаю Хасида, который купил компьютер, думал, компьютер может быть страшно, может быть хорошо. Дайте лучше сначала в микве, и потом уже могу его использовать, потому что он будет уже чистый, как правильно. Ну, понятно, компьютер в микве это не помог, и завтра он остался без компьютера. Поэтому наша задача – это Бог дал нам жизнь. Он наш сотворил. А сейчас вопрос, что мы будем с этим делать? Как мы будем правильно использовать тот дар, который Бог дал нам? Для этого есть Тора. Поэтому понятно, что невозможно еврейская община без Тора, потому что мы не знаем, куда идти, чем заниматься, как жить, как относиться. Например, сейчас вопрос. Нужно открывать синагогу или не нужно? Нужно ходить в синагогу сейчас молиться или лучше сидеть дома? Тора дает очень четкий ответ на любой вопрос. Семейный вопрос, бизнесе, вопрос медицины. Любой вопрос находит ответ в Торе. Почему? Потому что это инструкция для жизни. Поэтому понятно, что я не могу жить как еврей без Тора, без понимания, что я должен делать. Это просто... Я буду заниматься не тем делом, а из-за этого какой-то вред или там ушел. Но говорить, что еврей, которые не ученые, которые не знают Тора, они могут участвовать в жизни общины, я не согласен. Я думаю, что это очень важно понимать. Я же, не дай Бог, я не говорил, что он не должен ходить в общину. Я говорил, что община начинается с учебы, потому что иначе... Есть еврей, который говорит, я не хочу учиться. Я не хочу учить Тора. Я скажу сразу, что учить Тора я не хочу. Но я могу быть в вашей общине, я могу участвовать в вашей общине. Я ни на каких уроках не буду заходить. Когда раввин будет выступать, я буду уходить в синагоге. Есть такие евреи, которые там вдруг раввин поднимаются, чтобы выступать. Они или сразу уснут. Знаете, это история. Однажды там раввин в середине там выступления, там проповедь, увидят, что там на третьем ряду стоит человек не только уснул, но он как это? Храпает там? Храпит. Храпит. И шум, и уже неприятно, уже некрасиво. Он обращается к там Хаим, говорит Хаим, рядом с тобой сидит еврей, который храпит там. Ты можешь его проснуть? Хаим говорит, раввин. Вы сделали так, чтобы он уснул, тогда ваша задача сейчас его разбудили. Зачем я здесь должен вмешиваться? Чем же ты я? Но на самом деле есть евреи, которые говорят, я не хочу учить Тора. Есть, например, такой еврей. Он не может войти в общину. Я согласен с тобой, что Тор это важнейшая часть нашей жизни. И без Тора мы не понимаем, как жить и как правильно жить и так далее. Но если мы говорим об общине, община это может быть основа еврейства любви ближнего как самого себя. Это он знает, он чувствует, что это его жизнь. Он действительно относится к другому человеку правильно, уже хорошо, отлично. Завтра он будет и учить Тора. Он не только там член общины, он мудрый член общины. Он может быть даже образованный член общины. Но община это не только школа или яшива, где люди учат Тору. Согласен. Только все остальные виды деятельности общины, они требуют больших капиталовложений. Для того, чтобы учиться, надо только желание, а возможности сейчас есть миллион. Поэтому мне кажется, что сегодня община начинается с учебы в любом случае. Или все-таки есть другие примеры, что люди, которые не учились, они сумели стать активной частью общины. Есть такие? Я думаю, что уже опять мы говорим о Перкеа Вод, уже прямо в начале Перкеа Вод написано, что наш мир стоит на трех вещах. Тора, молитва и добрый глаз. Понятно, что Тора это первый. Ты не споришь, я также не спорю. Понятно, что Тора это важнейшее дело. Понятно, что служение Богу, молитва, это также важнейшее дело. Может быть, община начинается с молитвы также. Может быть, добрые дела самое главное дело, чтобы вообще были там правильные программы, которые помогают людям. Это все правильно. И на самом деле нужно все три. Потому что когда стол стоит на одной ноге, он падает. Это нужно действительно на этих трех вещах. Но я думаю, что опять это то, что нужно ему для того, чтобы он поднялся выше. Может быть, это самый легкий вариант, как я говорю, самый дешевый вариант. Потому что для того, чтобы учить Тора, нужно только покупать какую-то книгу или послушать интересную лекцию. это все может быть правильно. Но вопрос другой. Вопрос, если я правильно понял, может быть ли община без учебы. По идее, может быть. Может быть, община без молитвы. Я думаю, что это так же неправильно, да? Так же, как неправильно без учебы. Понятно, что когда мы думаем о нашей общине здесь в Москве, например, или вашей общине, я понимаю, что главное, что люди ходили на уроки, ходили на молитвы, занимались добрыми делами. Но я думаю, даже само общение это уже прекрасно. Есть такая история, я коротко расскажу. К сожалению, у меня не так много времени. Я через 5 минут должен уже зайти в следующее. Я понимаю. У меня то же самое. Просто интересно. Ну, не важно. Однажды один еврей зашел в хасидскую синагогу и увидел, что там, ну, наверное, утром был какой-то урок торы, потом молитва, может быть, был урок торы, не был, не знаю там, была молитва, а после молитвы люди собирались за столом и говорили лихаем. Это такой обидчик, который очень принято в хасидских общинах, а в них хасидских не очень. И он не понял, что-то такое. Зачем люди собираются на лихаем? Что это за дело? И он пришел и сказал, что-то здесь не так. Подошел к раввину и говорит, я не понимаю, зачем у вас после молитвы, когда человек молился и так понимался высоко, вдруг сидит за столом и скажет лихаем. Я понимаю, что после молитвы там занимались правильными делами, учили торы и так далее, как раввин гистер только сказал. Ты молился, возьми сейчас книгу, учи торы. Что это за столи там? Раввин ему сказал, ты знаешь, может быть, известно, что во время молитвы очень часто бывает, что неправильные мысли приходят к человеку. Вдруг он находится в середине молитвы, о чем он думает? Он думает там о работе, о друге, о планах, которые у него были и за коронавирусом не состоялись. Каждый день вдруг во середине молитвы приходят те мысли, которые никогда не приходят, именно во время молитвы не приходят. Почему? Я расскажу тебе, почему. Потому что сатан знает сила молитвы. Если бы человек сосредоточился и молился с правильными намерениями и обратился к Богу, он бы, не представляешь, какое благословение получал. И понятно, что сатан не хочет, что это было. Поэтому именно во время молитвы он приходит к человеку, начинает разные мысли. Главное, что ты не думал о молитве. Но все время молитвы это так. Заканчивается молитва, сатан видит, что открывается стол, ставится туда водка и селедки. Он говорит, сейчас моя работа закончилась, я могу уже отдохнуть. И именно во время застолия кто-то поднимает бокал и говорит, лахай им, Мэйша, я хочу пожелать тебе здоровья, я хочу, чтобы у тебя было все хорошо. на самом деле это самое важное молитва. Самое правильное. Здесь человек уже говорит это с правильными намерениями. Он это говорит от сердца и пожелает другому человеку. Это вообще прекрасно. Ты не представляешь, какая сила. Это есть молитва. Поэтому если мы спрашиваем, что такое община, община это то место, где один еврей может поднять бокаль и говорить другому, я тебя люблю. Говорит ему, я желаю тебе здоровья, удачи. Это есть наше. И почему мы молимся все вместе? Потому что когда я молюсь, я молюсь не только за себя, я могу за всех. Вся молитва шмона это все множество. Рефаэйну, барахалэйну. Все. Почему множество? Почему я не говорю, Бог, пошли мне здоровья. Бог, дай мне зарабатывать. Нет, мы говорим, Бог, дай нам. потому что это есть община. Когда каждый думает о другом, готов помочь другому и Фаргинен, Рапшайер, найди нам слово. Когда он радуется тем, что у другого все хорошо. Быть комплиментарным, Господи. Мало, мало, нет, это больше. Аль-Коль, большое, большое спасибо, чтобы мы все были здоровы в это время. Гигантское спасибо. И дай Бог, мы еще не раз встретимся очно и заочно и будет польза этого и заслуга добрых дел, учреждения Тора и молитвы. Пусть защищает нас всех, кто здесь, с нами и тех, кто еще не с нами. Будьте здоровы, счастливы. с нами. Спасибо.